Всем привет! Сегодня мы выкладываем второй ролик по поводу финансового управления прямо подряд. То есть вот только что выложил видео, которое называется «Как купить 4 квартиры за 30 лет». И хотел пояснить некоторые моменты. То есть разговаривал с одним другом, также размышлял, думал, переслушивал ролик. И хотел в избежание огненного шквала, критикой комментариев, которые обязательно будут внизу, хотел сразу же ответить на некоторые основных таких очевидных таких моментов, чтобы вы не подумали, что я не подумал о том, что нужно думать, когда обо всем этом думаешь. В принципе, в предыдущем видео, в котором я говорил, как купить 4 квартиры за 30 лет, или как купить 4 квартиры вместе одного, она снята с условиями следующими. Опять же, повторяю. То есть как это сделать, не платя больше ежемесячно платежом, чем бы ты платил, если бы выкупал бы трехкомнатную квартиру сразу. То есть ты пошел в банк с деньгами, имеется в виду просто первоначальный взнос, и ты хочешь выкупить трехкомнатную квартиру сразу. И ты берешь 30 лет, чтобы это было не больно, чтобы это было выносимо каким-то образом. И как выкупить 4 квартиры за те же самые 30 лет, платя те же самые деньги, которые бы ты платил, даже на самом деле получается намного меньше, чем ты бы платил за эту одну квартиру. То есть вот эта вот схема. Или другие условия, о которых я тоже говорил в прошлом видео. Как выкупить вот эти 4 квартиры за 30 лет, не платя больше, чем 20%, чем аренда такой же квартиры, просто аренда. То есть сначала мы в одной комнатной квартире живем, потом в двухкомнатной квартире живем, потом в трехкомнатной квартире живем. И каждый раз, конечно, месячные платежи немножко растут, но уже в последние шаги они уже начинают падать. Но ты платишь не больше, чем ты бы платил бы иначе за аренду. Но уже не арендуешь, а выкупаешь свое жилье. Эти были условия, которые я говорил. Потому что я разговаривал с некоторыми своими друзьями, они говорили, ну это не самое мудрое решение для инвестиций. Ребята, я все понимаю. Тут урок или задача, как взять деньги, которые уходят так или иначе на жилье и превратить эту затрату в инвестицию. Как переставать отдавать деньги арендателям или банкирам, и как стать самим арендателем или собственным банкиром. Вот это очень важно. Поэтому, понятно, это не, я не знаю, серебряных пули всех инвестиций. Это просто метод, как брать деньги, которые ты все равно будешь тратить на жилье и превращать их в актив. То есть перестать, чтобы это было минусом в твоем бюджете, дыра, а чтобы это было долгосрочно, но плюс для тебя. Но есть еще несколько моментов, которые сразу, конечно, всплывут. Джастус, ну, наверное, не получится 4 квартиры за 30 лет, да, потому что там не всегда 100% ты можешь арендовать квартиру. Будут месяца, где не будут арендаторы. Будут там поломки, будут ремонты квартиры, будут там холодильник, выходящий из строя. Надо мебилизировать квартиру. Тара-тара-тара-тара-тара. Ребята, я все это понимаю. Я не говорю, что это вот схема, вот она готовое решение, берите и делайте, да, так. Это идея, которая реально работает. У меня есть друзья, знакомые, которые приблизительно по такой схеме и работали, и зарабатывали очень большие объемы недвижимости именно таким образом. Получится она именно так, как я сказал в предыдущие видео, прямо вот так вот досконально. Может быть и нет. Может быть у тебя получится 3 квартиры за 30 лет. Может у тебя получится 2 больших квартиры за 30 лет, да. Но в любом случае это лучше, чем платить просто переплату в 4 раза и получить 1 квартиру, 3-комнатную, да, там, за те же самые 30 лет. Да дело не в квартире, в принципе, да. Дело в твоем отношении к этому вопросу. Как превращать затрату в долгосрочный инвестиционный инструмент. Схема, она рабочая, схема, она будет работать и в нашей стране, но нужно, чтобы вы поверили в себя, нужно, чтобы у вас была своя дисциплина над собой, контроль и способность откладывать свои какие-то желания на долгий срок. В принципе, сегодня это то, что я хотел с вами сказать. Вот как зарабатывать за 4, ну, за 30 лет 4, 5, 6, а то и может быть и больше квартир, если тебе это надо. Конечно, наша задача здесь, в этой жизни, это не обогащение, но нужно быть мудрым с теми ресурсами, которые у нас есть. И то, что мы сегодня обсуждаем, это, естественно, как взять вот этот необходимый платеж, который у тебя есть на квартиру и превратить его в реально какой-то, ну, финансовый фундамент для твоей семьи, для твоего будущего, для твоих детей, который реально может пригодиться. Поэтому вот это было сегодня 2 в 1, там, 2 видео, как получить 4 квартиры за 30 лет вместе одного, вот, надеюсь, что вам это как-то помогло. В дальнейших видео мы будем говорить больше о более активном инвестиции и других формах, где вы можете заработать больше, чем 9%, о пенсии, который не от бога, вот, и всех остальных других аспектов, которые будем завершать, биткоинсы, криптовалюты, все это будет в кратчающее будущее, но уже заканчиваем серию финансового управления, надеюсь, что это вам даст какое-то видение на том, как вам ввести ваши финансы более мудро. Спасибо большое, что вы смотрите, пусть вас Господь благословит на этой его прекрасной Господней земле. Субтитры создавал DimaTorzok